Приветствую вас! Давайте разберём ваш вопрос. Как получилось, что я сама того не желая влюбился? Я замужем, он жена, это мой год как любовник, и за этот год я просто извелась. Он редко пишет, звонит, говорит, что очень занят по работе. Несколько раз говорил, что любит меня. Я каждый раз, когда он мне пишет, накручиваю себя просто до паники. Страх хуже, что нет ему до меня дела. Не выдерживаю, начинаю его дергать, чтобы хоть как-то проявилось. Я знаю, что мы не будем вместе, я этого не хотел. Просто уже какая-то сверхценная идея быть ему нужной и им любимой. Есть какой-то способ вернуть себя, перестать накручивать. Спрашивает у нас Алена. Смотрите, что ты какая? Здесь. Судя по всему, то, что вы называете влюбленностью, является импринтом, проявлением этого феномена. Что это означает? На практике это означает то, что ваш мужчина, не муж, является неким собирательным образом для вас, скажем так, притягательным. То есть, в этом человеке собраны качества, которые вам импонируют, которые вызывают у вас определенное состояние, которые вызывают у вас определенные желания и которые, скажем так, генерируют некоторые модели поведения, специфические модели поведения, нужно сказать. Это обязательно. Нужно отметить, что именно специфическую модель поведения. По какому принципу это работает? Это работает по такому принципу, что Когда вы оказываетесь с человеком рядом, допустим, агрессивным, вы тут же начинаете вести себя, ну, скажем, соответствующим образом. Этот соответствующий образ поведения, модель, соответствующая модель поведения, ну, можно сказать, что является реакцией на поведение человека. И то же самое касается и данного человека, имеющего у вас специфические модели поведения. Я бы здесь обратил ваше внимание к тому, какой, именно какой, вы себя с ним чувствуете. То есть, какая я с ним. Я с ним какая. Вот. Это то, на что вам нужно обратить свое внимание. Вот вы говорите, что влюбились, сами того не желая. Ну, знаете, на мой взгляд, так оно, в принципе, так оно, в принципе, и происходит, на мой взгляд. Что мы влюбляемся, сами того не желая. Это правда. Это правда. Мы действительно влюбляемся, сами того не желая. Вот. Но, есть у этой истории такой момент, что влюбленность, ну, сама по себе влюбленность, да, она бывает разной. Бывает, что влюбленность, что называется, больше направлена на человека, ну, на человека самого. Бывает. То есть, бывает, что влюбленность направлена именно вот на самого человека, когда, когда, ну, мне хочется для тебя что-то, ну, для тебя что-то делать. Вот. Бывает, когда влюбленность направлена на меня. Когда я люблю не тебя, и, как бы, вот, мои, скажем так, ну, мои действия, да, они направлены не на тебя, а мои действия направлены на то, чтобы мне было хорошо. И в этом случае мы говорим об импринте как раз. И здесь очень важно понимать этот момент, здесь очень важно разделять этот момент, и здесь очень важно, конечно, в принципе, узнать историю вашей жизни, чтобы понять, в чем дефицит вы испытываете. Вот. Традиционно, прямо вот, прямо традиционно, можно говорить о том, чтобы гармонизировать отношения с вашим мужем, если вы хотите, например. традиционно можно говорить о том, чтобы посмотреть проблему вашей реализации, вашей, ну, скажем так, состоятельности, да, то есть, вот как я себя, ну, в целом, чувствую, да, насколько я себя ощущаю важной, значимой, цельной, реализованной, ну, по жизни, да, и так далее. Вот такие, такие моменты. можно увидеть. Можно увидеть степень или уровень вашей некой, некой такой силы, вашей витальности, то есть, наличие у вас или отсутствие жизненной энергии, и так далее. То есть, это вот тоже, ну, может быть одним из возможных вариантов работы. Да, то есть, в любом случае, так или иначе, мы здесь говорим о психотерапии. Я, конечно, не знаю, согласны вы на нее, не согласны вы на нее, то есть, это, понятное дело, что пока это нам недоступно. Вот, если вы спрашиваете просто, то есть, вот, как себя не накручивают, да, то, ну, это вопрос, вот, в данном случае ваших потребностей, это вот то, чего вы хотите, и то, что вы выбрали для себя, вот, ну, скажем, такой способ, то есть, то, что вы выбрали для себя, вот, такой способ, да, допустим, ну, реализовать, или реализовывать, свои попребности, например, то вряд ли кто-то может вам, вряд ли кто-то может вас в этом упрекнуть, вот, уж, по крайней мере, этим человеком, кто, вот, мог бы вас упрекнуть в этом, да, я не буду точен, и, равно, как и, вот, условно, там, ну, условно, говорить, что вы поступаете плохо, там, грубо говоря, там, изменяя своему мужу и так далее, вот, но, с другой стороны, и спросить вас, спросить вас о том, а, как вы рассматриваете, там, условно говоря, своего мужа, да, то есть, как вы к нему относитесь, тоже, на мой взгляд, ну, необходимо, очень необходимо это сделать, потому что, если, если этого не сделать, вот, то ситуация просто может, ну, условно говоря, только ухудшаться со временем, вот, то есть, иными словами, да, что бы я здесь мог бы предложить, я бы предложить вам здесь изучить как раз-таки этот момент, связанный с импринтом, в первую очередь, то есть, вот, ну, буквально, ну, вот, в буквальном смысле этого слова, да, поисследовать этот аспект, связанный с импринтом, вот, а дальше уже смотреть, там, по ситуации, да, то есть, смотреть по ситуации относительно того, чего вы хотите, как вы хотите, и так далее, вот, как-то, как-то так, я думаю, можно ответить вам на вопрос, который вы, ну, который вы задаете, я надеюсь, что вам это было интересно, как минимум, полезно, как минимум, надеюсь, что вы что-то для себя смогли из этого извлечь, вот, я вам желаю всего самого доброго, я буду вам благодарен за обратную связь, по моему ответу, это позволит вам начать над собой работу, всего вам самого доброго и удачи. Спасибо.